Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина. И мы приготовим быстрый шоколадный торт со сметанным кремом в мультиварке. Для торта нам потребуется 2 яйца, лучше брать отборные, 1 стакан кефира, я взяла процент жирности 3,2, 1 стакан сахарного песка, 1,5 стакана муки, 2 столовые ложки какао, 1 чайная ложка соды, гашёная уксусом, 1 пачка ванилина и 4 столовые ложки растительного масла. Для приготовления этого торта ничего взбивать не надо, поэтому добавляем 1 стакан кефира, сюда же 1 стакан сахарного песка, разбиваем яйца, пачку ванилина добавляем, все хорошо перемешиваем обычной вилочкой, то есть в однородную массу. Теперь в эту смесь добавляем 4 столовые ложки растительного масла без запаха. еще раз хорошо перемешиваем. Добавляем 2 столовые ложки какао-порошка, так же перемешиваем вилочкой, и вот единственное, муку лучше просеять, чтобы пирог у нас получился, тортик наш, более пышным. Просеиваем муку, и в муку мы добавляем соду. Добавляем 1 чайную ложку соды, без горки, снова муки, и вмешиваем так же вилочкой. Тесто всегда вымешиваем в одном направлении. Так как у нас тесто стоит, в состав входит кефир, лучше его размешивать сразу, и сразу будем выпекать. Вот такое тесто у нас получилось. Теперь кастрюльку мультиварки смазываем маслом. И теперь тесто выливаем в кастрюлю мультиварки. В данном случае мы соду не гасили, потому что в тесто у нас входит кефир, с помощью которого сода и будет погашена. А теперь ставим выпекаться. Выбираем меню режим выпечка, 1 час. Сейчас приготовим сметанный крем. Для этого возьмем полкило сметаны. Я взяла обычную, 20% на ночь выложила на сито, чтобы лишняя жидкость стекла, и сметану возможно было взбить именно для крема. И взяли полстакана сахарного песка. Теперь их смешаем с помощью блендера, то есть взобьем в однородную массу. Сметана и сразу сахарный песок. Начинаем взбивать на небольших оборотах, потом скорость увеличим. Такой сметанный крем у нас получился. Достаточно густой, видите, он не вытекает. Теперь мы его убираем в холодильник охладиться. Прошел час, посмотрим, что получилось. С помощью зубочистки проверим. Полностью сухая, поэтому достаем с помощью решетки пароварки. И переворачиваем. Вот что у нас получилось. Полученный бисквит мы сейчас разделим на 3 части. И дадим остыть. После чего будем смазывать кремом. Делаем небольшой надрез, после чего будем вставлять нитку. Теперь в образовавшуюся прорезь вставляем нитку. Аккуратненько. 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 Чтобы она прошла полностью. И теперь ее перетягиваем. Таким образом, мы отделили одну часть. То же самое сделаем со второй. Теперь начнем собирать торт. Смазываем коржи сметанным кремом. Теперь кладем второй слой. И снова сметанный крем. Коржи должны хорошо пропитаться. Поэтому 500 грамм сметаны. Это как раз тот объем, который достаточен для этого торта. Теперь третий корж. И проделываем все то же самое. Остатками крема смажем края. После чего я буду украшать миндальными лепестками. В принципе, украшать можно на ваш вкус. По-любому. После нанесения крема мы убираем торт на минут 20 в холодильник. После чего торт будем украшать. Украшать я буду миндальными лепестками. Формируем бока. 50 грамм будет достаточно. Даже меньше. Центр я украшу ягодами винограда. Это может быть и черная смородина. То есть, любое украшение, как вам больше нравится. Что есть под рукой. Ну и осталось посмотреть, что же у нас получилось внутри. В разрезе. Такому торту с сметанным кремом лучше дать пропитаться. Еще лучше, если это оставить на ночь. Вот такой тортик в разрезе получился. Если вам понравился рецепт, не забывайте ставить лайк. Приятного чаепития! И до новых встреч! Продолжение следует...